И сейчас, находясь в Мастачусетском институте технологии, это знаменитый институт, который финансируется и государственными, и частными компаниями, который занимается исследованием в области новейшей технологии, мне показали одну лабораторию, которая занимается изучением акустических свойств грибов. И выяснилось, что гриб дает те же самые акустические свойства, что и дает радиоволна. Понимаете? Это совершенно невероятно. То есть гриб дает те же свойства, что дает неосязаемая радиоволна. То есть гриб, в общем-то, если говорить так грубо, если что в понятном языке, гриб это радиоволна. Это не растение, это не животное, это радиоволна. Понимаете, да? Дальше. Гриб это материализовавшаяся радиоволна, основная его личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб. И в радиоволну. И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. Понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно непровержимое доказательство, что вся Октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Понимаете? Спасибо. Спасибо.